Смотрите, как он смело летит на скалы. Эх, ну красиво же. Ну а что тут? Летит скалы и скалы, они мягкие. Ну, как верить в себя, не видеть препятствий. Я всегда шучу, когда у меня кто-то боится. Я тебе говорю, ты как жишь мягкие? Откуда ты знаешь? Чувствую. Потому что когда они будут твердыми, ты это уже не узнаешь. Или точнее, может быть, не расскажешь. Поэтому будем считать, что мягкие. Красивенько летим пасхальным стеночкам. Радуемся жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слева несутся желтые скалы красивые. Подошли мы к склончику. Я много всего рассказывал, но забыл камеру включить. Ох. Вот, смотрите. Облачка, на которые мы рассчитывали, когда сюда шли. Целую теорию по этому поводу построили. Ну, ветер дует. Правый борт, все правильно. Но вы помните, какой день сегодня. А прилетели мы вот оттуда, откуда-то сзади. Сейчас двигаемся по вот этому ущелью. Оно выводит как раз к городу Вариансон. И рассчитываем где-то здесь, на вот этих склончиков, взять наконец-то поток. Понимать нужно, что время-то уже в районе 6 часов вечера у нас. Так что надо бы набирать. И пока погода совсем не кончилась, потихонечку хромать в сторону дома, понимая, что еще осадки по дороге домой будут. Все не просто так. Будут еще и осадки. Сейчас заодно мы с вами посмотрим границу Италии-Франции на перевале. Здесь официальная дорога. Как раз когда я езжу в Италию, я езжу вот через этот перевальчик. Сейчас вы будете наблюдать. Клаус нашел поток. Ну, будет он его крутить. Вот поля снизу, которые теоретически полупригодны для посадки. Ну, вот там подвиг на них сесть. А мы пошли в следующую горочку. Вот Клаус, я думаю, там захочет набрать. Ну, облачко хорошее. С той стороны склон, скорее всего, освещенный солнцем. Сейчас мы, конечно, с теневой стороны заходим. Сейчас мы здесь только что черти отгребем. А плюсы никакого не возьмем. Ветер у нас попутный. Ну, вот сейчас посмотрим, что тут будет. Сейчас мне интересно, потому что на таких высотах, я уже много раз вам это сегодня говорил, на таких высотах я здесь нарутал. Смотрите, какой кровавый пейзаж внизу. Тут скалы, красная порода, насколько ярко-красная. И вся эта горка. Как раз много выходов этой породы. Я сюда первый раз когда-то прилетел. Был просто поражен, насколько это было красиво. Буквально один из моих первых полетов был на двухместном планере. Я летал с инструктором Риджесом. Сюда меня привез, показал Тавуору, показал ледники. Я прям подвывал от восторга. У меня была совершенно потрясающая неделя полета. Летал я на Янусе в планере тогда. А потом в августе как раз я поехал уже на аэродром Сера и попал как раз к Лаусу Ольманову ученики. Вот как мне несказанно повезло. И вот дальше я летал с ним сначала на хвосте. На своем планере. Группкой. Ну, потом, вот видите, мне даже посчастливилось полетать с ним в одном планере. Он, кстати, принцессу в первый полет отправлял. Когда мы планер собрали первый раз, я боялся лететь на нем. Он говорит, ну что, волнуешься? Я говорю, волнуюсь. Ну, давай я слетаю. И вот он сел в переднюю кабину и поднял планер в первый полет. Так что, принцесса облета над Клаусом. Это прям большая честь для меня. Чпок. И пошли в набор. Опа. Ну, он, понятно, не совсем на том же месте. У нас там высоты все-таки немножко разные были. Ну, плюс-минус там 300-400 метров. Мы сейчас начнем набирать. У нас к той высоте, с которой мы прошу раз начинали, примерно и прием. Вот это красивое озеро, помните? Вот плотинкой заперто. Ух, какого цвета вода потрясающего. Друзья, не знаю, кто он, но пилот у него Сан-Клаус Ольберс. Движемся, друзья, потихонечку в сторону дома. Сделали наборчик до ДОК-300. Он, как обычно, кончился, как все у нас обычно сегодня. Раз, и закончился. Но, между тем, этого достаточно нам этой высоты, чтобы двигаться дальше по долине Бриансона. Только уже не в сторону Бриансона, а в сторону дома. Я понимаю, что Клаус где-то рассчитывает взять, вот, например, так, как сейчас. Видите, какой он выстрел тут нашел? Свеженький поточек. Облако над нами нет, но энергетика такая, что оно должно скоро быть. То есть такой от скалы пошел. Ух, забросик-то был бы здоров. Такое не бросают. Надо пощупать. Ну, видите, с другой стороны, вот, заброс был, а... Как это на экране выглядит. А толку-то никакого. И с роторочком таким каким-то шмякнуло. То есть, может, поток и зашел. Только моего сейчас никак... Ну, вот, впереди облако красивое. Может, под него там тянуть. Сейчас Клаус попробует по ветру догнать. Есть такой приемчик. Вот он по ветру сместился. Да, по ветру получше стало. Ну, и сейчас контрольная спиралька. Еще одна. Потом еще одна. И так, глядишь, он и впишется. Как мы, друзья, лихо прошли. Опять я прошляпил с камерой. Прямо в таком наборчике проскакали около этой скалы. И Клаус явно целится на вот это облако. Возможно. О! Тут параплан стоит в потоке. Клаус его заметил. И увидел. Ну, так вот летишь. И потом раз. И параплан. Сейчас мы с ним вместе немножечко полетаем. У нас было много скорости. Поэтому не то, что мы там параплан сделали в наборе. Вот она сейчас догонит змеи. Так бабки не хоти. Я за него буду болеть. Хоть я мой учитель Клаус. Но я болею за параплан. Это, знаете, инстинктивно уже. Родной по крови, можно сказать. Вот. И он, конечно, в такой ситуации может поуже вписаться. Самую вкусняшечку. Посмотрим. Ну-ка. Ну, пока ничья. Но с другой стороны парапланы не отстает. Я думаю, что он сейчас нас уделает. Ну, другой вопрос. Но Клаус не к нему подстроился. Соседнее ядро. Поэтому, как бы, это все нормально. Нормально, Клаус. Это лучший термол сегодня. Да? Смотри на левую сторону. Камера на левую сторону. А, хорошо. Да, я видел. Да. Да. Друзья, шикарный совершенно поток. Шикарный набор. И вы знаете, в чем парадокс текущего момента? Что у нас на борту два инструктора. Это Клаус. 62 рекорда мира. 60 тысяч часов налета. Скромный его ученик с 9 тысячами часами налета. Слушайте, ну посмотрите, уделали параплан. Уделали, уделали, да. Ну, мастер, мастер. Постараюсь. А мы полетели дальше. Да, вот мы, это, все-таки радостные. Летим во всю. И наблюдаем, как... Справа в конце долины дочь идет. У нас три с половиной тысячи метров. В принципе, нам высоты, если что-то пошло, хватает даже до дому. Если не вляпаться во что-нибудь по дороге. До дому у нас 80 километров сейчас. Но, я так понимаю, что домой-то мы сейчас еще не полетим. Дом у нас вправо под 90. Столкнулся, еще есть какой-то план. Телефон мой только что отчитался, что добро пожаловать в Италию. Ну да, в Италию мы сегодня с Виталией пишут. Возвращаемся мы домой, все-таки. Шесть часов. Поэтому, даже учитель решил, что, наверное, туда дальше, под эти красивые облака можно было еще думать. Но, так как, видите, снежный заряд. Вот снег идет слева, сейчас видно. Откуда он падает, неизвестно, но прям видно, как он падает. И, как-то в сторону хаты все смотрится так. Я бы не сказал, что прям офигенно. Поэтому, крадемся в сторону дома. Я так понимаю, что Клаус хочет под оболоками прямо по курсе немножечко поддержать высоту. И дальше уже так петлять зайчиком, побегайчиком в сторону нашего аэродрома. Сейчас посмотрим. Друзья, летим по дождю. Клаус поет песни. Все прекрасно. Измечательно. Класс. Летим сквозь снег. Вот отсюда и была задачка поднабрать побольше высоты, чтобы в таких местах, с таким снегом, снег же летит вниз. Ну, еще ладно, снег медленно летит вниз, у него большое сопротивление. Прямо шикарно. Видно, как снег блестит. Пролетающий мимо блестит. Ге-ге-ге-ге-ге. Видно, кстати, как на кромочке крыла образуется маленький ледочек. Да, в очередной раз, друзья, уже какой за этот год мы хватаем облегчение. Потому что мгновенно этот снег замерзает у нас на крыле. Ну, мы уже практически вылетели из снега. Ну, хватанули чуть-чуть ледочку. Ну, самое малость. Видите, какие-то пару крупиночек. Они сейчас быстро и стремительно оттают. Ну, снег справа, снег слева. Как я понимаю, Клаусу просто хотелось пройтись по снежку. Можно было его чуть-чуть обойти. Но зачем? Если можно, рвануть через. Ну, и мы понимаем, что даже ледочек, который мы ловим на травой, сейчас он абсолютно не критичен. Потому что сейчас, как только мы вылетим, у нас, во-первых, солнышко спускаемся, все мгновенно остается. Ну, что ж, друзья, мы пересекли гору Маргон. И сейчас в очень красивом варианте будем пролетать рукав озера Серпансон, который ведет в сторону долины Барселонет. Вот он рукав. Смотрите, как сверхают на солнце солнечные панели. Вот, с левой стороны снежные заряды. Долина Барселонет закрыта. Ну, туда можно, конечно, сунуться и даже оттуда высунуться. Но помним про седьмой час вечера. И про то, что еще как-то домой надо дохромать. Ну, в сторону дома у нас, ну, так, какие-то лазейки есть. Но надо понимать, что тут нет энергии. То есть есть огромные расплывающиеся облака. Достаточно высокого развития. То есть под них идет снег. И туда надо доплыть. У нас не хватает 100 метров на долете. Я так понимаю, у Клаус есть план. Набрать их на паркуре. Немножечко энергии взять. Ну, и заодно посмотреть, что вообще творится. Это абсолютно верно. И потом уже в минимально возможной дистанции уже плыть домой. Потому что уже, наверное, время. Я бы полетел. Ну, посмотрим, как учитель решит. С правой стороны проплывает гора Дармьюз. Мы сейчас идем по ее северной, по ее восточной части. Так, да, так. Красивая, белая. Свежий снег, как я уже говорил, выпал в Альфах. Ну, и сейчас здесь мы посмотрим, возьмем ли мы под этим облачком капельку энергии. Но вы видите, что у нас высота подхода практически соответствует высоте нижнему краю этого облачка. Поэтому сказать, что мы тут сильно много чего-нибудь хапнем, вряд ли. Ну, вот. А какой план по эвакуации домой? Сейчас я вам расскажу. Сейчас кто-то пройдем. Красивые виды вам доснимаю. Белоснежные. Прямо вот сейчас, особенно в закатном солнце. Ну, не в закатном, а выпускающемся. До заката еще далеко. Всего лишь час. Седьмой час. Солнышко тягет попозже. Смотрим, есть ли энергия? Нет. Энергии нет. Энергии нет. Сейчас, может быть, что-то подбросит нас. Вот. А какой план по полету давно подбросил? Все, сейчас Клаус, наверное, здесь немножко наберет. А план, видите, крыло показывает направо. И перед крылом несколько облачков кучевых. Вот нам нужно туда перепрыгнуть. Под ними или добрать, или, по крайней мере, один из вариантов, просто не потерять высоту. И уже оттуда нам высоты хватит в сторону дома дуть. Ну, Клаус решил, что почему благородным доном не прогуляться вдоль паркура. И это абсолютно логичное решение. Ну, что мы выйдем сейчас по вот этой стеночке паркура. Видите, идет направо такая душка из облачности. Это все такой работающий фронт. Из этого фронта капает, идет ливневый снег. В этот фронт приходит ветер как раз. Ну, то есть, вот мы сейчас увидите прямо. Потом поворачиваем направо. Крыло показывает тоже на какие-то ошмёточки. Под ними пройдем и выйдем под группу облаков, которые уже нас выведут к дому. Такой замечательный план. Очень хороший план. Ну, да, приближаемся к точке поворота. Я прогнозирую поворот направо. Дальше мы, наверное, не пойдем. Ну-ка, смотрим. Мы при этом все время идем с энергией. Плюсики. Идет на скорости. Сейчас будем направо поворачивать. Или пойдем пошалить. А потом на обратном пути наберем. Ну, кто за что? Давайте голосовать. Давайте. Кто направо, кто прямо. Я вот направо думаю. Ну, похоже, я ошибаюсь. Смотрите-ка. Краус решил пощекотать. Пощекотать немножечко ливневые осадки. Ну, видите. Я об своем учителе думаю немножечко, что он более такой спокойный пилот. Но это, знаете, видимо, навеяно тем, что мы много летали с большими группами очень спокойных пилотов на хвосте. А тут вот, видите, Клаус разгулялся. И лезет дальше. Да. Ну, тут шибко много интересного мы не увидим. Здесь темно. Видите, солнца нету. Ну, прям дойдем до краюшка фасадка. Надеюсь, куда-нибудь еще туда. Вот на юг. В сторону Ницца. Озеро Амси. И так далее. Он же не будет... Ой, озеро Амси. Вот туда вперед, надеюсь, в сторону озера Сант-Андре. Он не пойдет. Я не знаю. Там солнышко светит какой-то. Дырочка есть. Может быть и дырочку. Да, мы продолжаем забираться, куда Макар телят не гонял. Но смотрите, Клаус, похоже, делает разворот направо. Все-таки. Я, как говорится, сделал бы то его пораньше. Но, видите, учитель решил залезть в самую... Огегу... Кадры, кадры, кадры подбирают хорошие. И слева снежные осадки. Ух, сейчас будет опять. Крыло-то оттаяло? Нет, крыло не оттаяло. Как был у нас снежок. Надо, кстати, это при калькуляции долета учитывать. Пока не тает. Ну, солнца нету. Вот и не тает. Когда солнышко выйдем, по идее, немножечко крылышки должны прогрессии оттаять. 400 метров. Было-то минус 100. Так что, видите, наше тут вот путешествие, оно долет домой. Немножечко нам портит. Ну, это ерунда. Вот пошел снег вокруг опять. Улетел. Мы двигаемся в сторону аэродрома. Он где-то впереди, далеко. На горизонте. По дороге есть какие-то облачка вот там. Надеюсь, что мы там что-нибудь подберем. Ну, и с другой стороны, недолет, вот этот 300 метров недобора, они не критичны, потому что у меня стоит в Макрейде достаточно большой, два с половиной. По идее, если мы там не будем гнать, нам повезет с низкодняками, ну, в смысле, мы их не найдем, то долетим и так. Итак, друзья, мы обсудили, что мы могли бы еще сходить на юг и там практически дойти до аэродрома Пьемасон. Такие даже планы присутствуют. Я в такое время бы на это уже даже не рассчитывал. Но Коус считает, что вполне это реально. Ну, действительно, вот впереди более-менее рабочие облака, но мы обсудили, что, оказывается, сегодня не только у моей мамы день рождения, я ее категорически поздравляю с воздухом, но понятно, что когда фильм я спонтирую, это уже будет через даже не знаю, сколько времени. Вот сегодня, 22 апреля, у моей мамы день рождения, я, мама, тебя еще раз поздравляю, как это уже с прошлого, в будущее. А у Коусы, да у жены день рождения, свидание. Поэтому мы спешим на землю, чтобы поздравить жену, а я, мама, и отметить это дело, и отметить этот замечательный полет, каким-нибудь вкусным ужином. Высоты нам хватает. Ну, не хватает, как я говорил, 300 метров, но я думаю, сейчас доковыряем по дороге, что как-нибудь там ручкой помахаем, помашем, и все будет хорошо. Ну, такое вот страшное небо осталось оттуда, откуда мы прилетели. Видите, все уже в развалах таких. Прям все идеально вовремя. Как вы видите, полет состоял из нескольких частей. Первая была такая авантюрная, с долиной Роны, с массивом Централь, потом мы с трудом вернулись назад, хлебнули лихонько, даже рядом с нашим аэродромом, и потом выбрались в Большие Горы, там зажгли. И сейчас с чувством выполненного красивого полета летим домой. Я сегодня узнал много нового, в основном по полетам на малых высотах, по работе на малых высотах, про то, как Клаус там немножечко берет потоки, какие там все-таки нюансы. И положило огромное количество информации в мою копилку знаний и опыта. Ну, а что вам могу сказать, что не сдавайтесь. Сегодняшний девиз это работать, работать и работать, искать поток, гладить, вовремя отпускать, находить следующий, брать, гладить, вовремя отпускать, подниматься все выше, выше, выше и выше. Ну что ж, наша любимая гора Маалук. Мы проплываем вдоль нее. Это наш классический возврат домой. Горка всегда дает чуть-чуть энергии. Как вы видите, сейчас это чуть-чуть, а около метров в секунду. И здесь, если вам не хватает надалек домой, всегда можно немножечко добрать. Сейчас слева будет 10 км в час. Даже близом назвать сложно. Чуть-чуть такой поток. Ну так как внизу на полниках была, остается чуть-чуть энергии. Там это все прогрелось за день, там где-то капельку чего-то. Вот, капельку, чуть-чуть, немножечко работает. И вот мы идем вдоль этого гребня и собираем кроки энергии. Сейчас, видите, такой северо-западный склон может чуть-чуть работает. И мы идем, идем, идем. И дальше мы будем прыгать вот на вот эту горочку. На Ажур. И мы дома. То есть до дома осталось 24 км. Высоты у нас как раз по нолям. Ну так прийти из прямой сии, приземлиться. Но я думаю, что мы пока туда дойдем. Вот ведь, как Клаус собирает кроки. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. И он брать уже это не будет. Крутить не будет. Нам хватает этой высоты. Медленно, но уверенно убираем разницу. то есть убираем дефицит высоты которые все-таки пока присутствует немножко придем на высоте которая позволит сделать нормальный заход там с коробочкой там из прямой плюкнуться красиво и вот как вы видите сейчас идет долет по холмам ажура высота наша от 1350 метров мы плывем вдоль холмов у нас сейчас встречный ветер здесь данном случае западные но он собственно и был западный не сказать что нас здесь подымает она не сказать что здесь вниз кидает около метров в секунду мы снижаемся медленно но верен надвигаемся в сторону аэродрома понаслаждайтесь видами вечерний водолета такое буду озвучивать такое спокойствие под фюзеляжем проплывает мягкие скалы и все так приятно и красиво обычный эффект если обычно 9 сегодняшнего дня обычная летать здесь немножко повыше ну вот как раз мне было интересно посмотреть как летает клаус показывает себя конечно во всей красе я буду буду знать что долет скажем так в таком формате вполне себе возможно но отсюда мы уже точно долетаем то есть несмотря опять же еще остается небольшой дефицит высоты но судя по ветру видно что мы мы сейчас на по южной стенке идем но она загнется на запад на западной составляющей мы еще немножко энергии цапнем ну и здесь у нас там 6 метров в секунду фактически движение без снижения это уже считайте набор так вот по скальчиком шмыг да шмыг прыг да прыг скок да скок как же здесь год назад красиво ходил вот по этим всем скалам там видите такой домик наверху мимо него как раз меня на моноколесе катался с моноколесом я сделал вот такой траверс фактически почти до вершины так чтобы попасть на дорогу которая другой стороны об пози как красиво выглядят что это там осадочные породы или еще что-то причудливая змейка такая да шикарненько вот видите здесь кусок склона не работает почему ну наверное какой-то неудачно достаточно обтекания то есть здесь ветер какой-то получил уже северо-западный даже компонент то есть фактически мы в таком неком роторочке за вот этими склонами то здесь как раз можем нарваться на приличное снижение но и видите вот мы сейчас прошли перевал на что я вам говорил что можно замерзничать вот видите как письку мы прошли 200 метров не больше а представьте какой-то низкодняк по дороге а представьте там прижало и все вот перевал уже ты проходишь сразу за провалом он есть отличный поряд для посадки а до него ничего нету и разворот назад как я уже говорил ничего не даст если не такое вот коварненькое место и клаус советует если вы низко то просто спокойно прилетать например там призвольница в городе рядом там аэродром сестерона есть или просто перелететь если это северный ветер на гору шабар попасть в динамик в динамике выковы выкарабкаться входным путем вот у вас гора ажур даже ажур санжинир с гору санжинир вернуться домой куча всяких альтернатив скользим потихонечку уверенно сторону аэродрома аэродром уже вам виден на горизонте но не виден вам я я его чую до него осталось всего 8 километров высота наши 1200 на аэродром на высоте 700 то есть у нас 500 метров высоты на всего лишь 8 километров дистанции то есть мы приходим уже выше новый заход будет короткий то есть я бы не сказал что у нас будет прям немеряно высоты для развлечений и сейчас скорее всего клаус перейдет на максимально экономичную скорость установите вот аэродром показался на на ваших голубых экранах он на горизонте под горкой для него визуально далеко вы визуально низко ну понятно что мы сейчас время с горки вот это место которое мы проехали сейчас ветвица автомобильная дорога я по ней на велосипеде еду и отсюда начинаешь стартовать и все время на велосипеде идешь вниз 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 и доезжаешь до батимон селеон до городочка где живу все время без педалей время вниз так что нам зельеев сейчас помогает смогу напускаться но вы понимаете да что в принципе без знания этой особенности без привычки вообще это выглядит достаточно вообще любой взгляд долет выглядит крайне тревожно ну и сейчас видите скорость у нас максимально экономичный клаус поставил то там 10 километров в час и мы летим медленно но уверенно так очень весело учеников пугать когда там все мы щелки долетим до аэродрома я так не делаю но имейте ввиду что так можно на пределе но на самом деле иногда показываешь особенно когда ученик вообще не следит за высотой иногда в педагогических целях не пугнуть а вот так подстрогнуть можно за этого вы смотри какой у нас тревожный долет чего увеличить скорость прижаться к рельефу тогда вообще все выглядит бомбически то есть понятно что мы сейчас 120 плывем а если давать 150 так мы практически нажим на этот или и будем и все равно долетим высоты под запасом но надо понимать что нам нужно приехать полететь на аэродром осмотреть аэродром хоть немножко и я могу спокойненько показать вам населенный пункт лоботи манселлион на этом долете как сам не пилотируешь никуда не спешим и мы опять же низко вот он косы красивый сверху такой не замок а башенки есть бати называется центральная поста градообразующая простойка вот солнечными панелями левее бати это как раз мой дом внизу вообще все такое красивое у нас закатном свете смотрится просто прекрасно ну что я тогда буду брать управление я привык планиру клаус удачу зелендинка ори а если вам окей а я Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok